В администрации региона Менькова провела совещание по социальным вопросам. На связь вышли все районы края. В зале присутствовали руководители профильных министерств и ведомств. Одной из главных тем селектора стало здравоохранение. Вице-губернатор отметила, что до конца года в край должны были ввести в эксплуатацию около 30 объектов здравоохранения. Однако в ряде муниципалитетов от заявленного графика отстают. У нас 29 объектов запланировано на этот год. Это 28 офисов врачей общей практики и патологоанатомическое отделение Белогринской ЦРБ. Но объективно понимаем, что введем 26 объектов из 28. У нас есть проблемы в Тбилисском районе по ВОПу 20% готовности, в Темрёкском районе 35% и Денской район 35%. Что касается модульных зданий ФАПов, на сегодня 11 площадок к монтажу подготовлено. ФАПы смонтированы в двух муниципалитетах. Это Мостовской район и Новопокровский. Вице-губернатор подчеркнула, вне зависимости от причины задержки строительства медобъектов, местные жители должны вовремя получать качественную врачебную помощь. Обсудили на совещании также возведение капитальный ремонт школ, детских садов и пристроек к ним. Новые места за партами в этом году появились в Армавире, Краснодаре, Абинском, Славянском и Тимашевском районах. В 16 муниципалитетах обновили 25 спортивных залов. Однако есть и проблемы. В Абинском и Северском районах под угрозой срыва открытия детских садов. Анна Менькова поручила главам в ручном режиме контролировать каждую стройку и максимально ускориться, чтобы до конца 2018-го ввести в эксплуатацию все дошкольные учреждения. Продолжение следует...